Всем привет! Вы на канале Процветок. С вами я, Пашкевич, Анна. И в этом видео мы обсуждаем такую тему, что посеять и высадить в грунт в конце апреля, в начале мая месяца. И хочется начать с тыквенных культур. В частности, арбузы, дыни, кабачки, тыквы, патиссоны и другие культуры, например, огурец. У меня все хорошо, Максим, дело вот так. Если мы будем говорить про посев арбузов и дынь, то идеальный возраст рассады это 30 дней. Соответственно, и дыни, и арбузы, которые мы будем выносить в теплицу в 20-х числах мая, мы должны высеять на рассаду в 20-х числах апреля. Что касается наших любимых огурцов, патиссонов, кабачков, тыкв, то идеальный возраст этих культур 15-17 дней. Поэтому мы их можем смело высевать от 20-х чисел апреля до середины мая и позже, для того, чтобы получать более раннюю продукцию уже в конце июня месяца. Развернулись? Кореша? А что сразу все трактористы мои кореша? Я уже ушла от этого. Также в конце апреля месяца необходимо высевать на рассаду любые капустные культуры. Та же самая капуста белокочанная, брокколи, пекинская капуста, калераби. В среднем капуста будет сходить 3 дня. Идеальный возраст капустной рассады это 25-30 дней. Поэтому мы высеваем смело на рассаду семена капусты в теплицу. И затем уже с середины мая выносим ее в открытый грунт, для того, чтобы наслаждаться свежими овощами уже в середине июня месяца. Чтобы приготовить вкусный июньский борщ, можно высевать в конце апреля, в начале мая месяца корнеплода. Например, и свеклу, и морковь. Подбирать более ранние сорта и гибриды, для того, чтобы они успели вызреть уже к середине июня месяца. По-прежнему продолжаем высевать такой корнеплод, как редис, который, как мы знаем, является холодоустойчивым и является культурой короткого дня. Поэтому оптимальные сроки высева и выращивания редиса это как раз-таки конец апреля, начало мая месяца. В конце апреля месяца, в начале мая мы продолжаем высевать все луковые культуры и на перо, и на севок, и на получение лука, репки, например. Как прямым севом черненькими семенами, которые называются чернушка, так и лук-севок, мелкие луковички, и лук-репка, более крупные луковички. Помимо этого, мы обязательно уже можем выносить в открытый грунт всю луковую рассаду, например, лук-порей, которые уже будут хорошо расти и развиваться при более пониженных весенних температурах. Вместе с луковыми культурами мы будем высевать и бобовую культуру, например, холодоустойчивые горох и бобы, которые, кстати говоря, будут очень хорошо развиваться и будут более устойчивы к поражению различными болезнями и вредителями, нежели те сроки сева, которые относятся, например, к середине мая или к концу мая месяца. Не забываем в конце апреля, в начале мая высевать в открытый грунт прямым севом или в рассадной культуре все зеленые культуры. Это могут быть петрушка, рукола, митсуна, все виды салатов, также щавель, ревень и вообще все любые зеленые культуры, которые вы любите выращивать и затем использовать. И заканчивая это короткое видео, рекомендации высевать в конце апреля, в начале мая пряно-ароматические травы, которые, возможно, по каким-то причинам вы еще не выращивали. Это всевозможные мята, тимьян, душица, мелиса и другие, которые затем станут ароматными чаями наряду с летними борщами. Оставайтесь на канале Процветок. Всего вам хорошего. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok